Продолжение следует... Итак, чтобы добавить листики, выбираем самую последнюю ноду Twigs, нажимаем правую кнопку мыши, Add Geometry и кликаем на Budget Leaves. Появится специальная лоу-поле плоскости, на которую можно назначить текстуру или в любой момент заменить их мешем листьев, который также создается внутри Speed3 из текстуры. В 8 версии доработали эту особенность и мы обязательно о ней поговорим. А сейчас давайте создадим материал листьев. Выберем его в списке и назначим стандартную текстуру из папки Speed3. Как обычно, соглашаемся с предупреждением загрузки остальных карт и в настройках материала обязательно ставим Two-Side. Переходим в Properties, затем кликаем на вкладке Leaves и загружаем созданный материал. Теперь, если вы захотите редактировать или создать геометрию листвы, заходим в материал и нажимаем Edit. Откроется редактор геометрии листвы, которая создается из текстуры. Благодаря ему можно загрузить огромную текстуру с кучей листиков и из них создать несколько вариаций. Раньше, когда не было 8 версии, мне было гораздо удобнее создавать меш листвы с помощью 3ds Max. Я просто загружал текстуру и вводил ее с помощью Cut в Editable Poly. Сейчас же все операции по созданию Low Poly и High Poly меша и листвы можно проводить внутри Speed3 Cinema 8. И это очень удобно. Работа в редакторе очень простая. Можно создавать High, Med и Low Poly геометрию. Делается это для оптимизации работы во Viewport. Но также вы можете делать лоды для движков. Если обратите внимание, то на верхней панели есть кнопки High, Med, Low. При нажатии на каждую из кнопок будет подгружаться соответствующая геометрия. Это очень полезно, когда у вас есть сложные деревья и начинает тормозить Viewport. Для примера я создам High и Low геометрию. Этого будет достаточно. Точки добавляются простым кликом. Также есть направляющая листика. Обязательно ставим ее начальную точку в корень. А с помощью Angle настраиваем направление. Как только вы закончили редактирование, нажимаем на кнопку High. Вторая кнопка на панели Points позволяет удалять точки. С помощью нее удаляем ненужные точки и таким образом создаем Low Poly геометрию. Скажу сразу, что я делаю примерное количество точек, чтобы быстро показать результат. При желании можно потратить больше времени и создать нужные вам лоды. Давайте проверим, что у нас получилось. Закрываем окно. Приближаем камеру к листикам. Включаем сетку с помощью параметра Scrubed, который можно найти в меню Render. И нажимаем Low на верхней панели. Таким образом мы увидим Low Poly геометрию веток и нашего лода для листиков. О генераторе я еще поговорю в этой части. А пока вернемся к редактированию параметров листвы. Итак, прежде чем приступать к редактированию параметров листвы. Я думаю, вам бы захотелось сфокусироваться на какой-то одной ветке. Ибо в этом потоке хаоса сложно заметить мелкие изменения. Команда Speed3 позаботилась об этой возможности. Для того, чтобы сфокусироваться на одной веточке, выбираем ноду веток, заходим в Visibility на верхней панели и выбираем фокус. Таким образом у вас скроются все ненужные ветки и останется только одна со всеми нодами. Я думаю, теперь гораздо удобнее вносить изменения и видеть результат. Теперь выбираем ноду листвы и приступаем к редактированию. В первую очередь, я сразу же меняю угол направления листвы с помощью параметра Align в кладке Local Orientation. Кривую для данного параметра настраивайте по своему усмотрению, как вам больше нравится. Затем изменяю параметр Face и создаю такую кривую для него. Настраиваю Fold. Я думаю, не нужно детально комментировать все, ибо и так очень хорошо видно изменения во viewport. После чего я изменяю скручивание складки и поворот в кладке Deformation и далее добавляю рандомность в разные параметры с помощью кнопки плюс-минус напротив каждого. После того, как вы будете удовлетворены результатом, можно вернуть все ветки обратно с помощью Visibility Show All. Итак, дерево готово. Осталось добавить ветер и можно его экспортировать. Итак, чтобы добавить ветер к созданному дереву, нужно зайти в Tools и выбрать Wind Feather. После чего появится окно, в котором можно выбрать пресет ветра для определенного типа растения. В данном случае нам подойдет Ornamental Cultivated Tree. Выбираем данный тип и нажимаем ОК. Как видите, началась анимация ветра. В параметрах есть куча настроек, которые можно менять и сразу же видеть эти изменения во viewport. Чтобы их открыть, нужно просто нажать на вентилятор. Крутите все параметры и смотрите на результат. Лишь экспериментальным путем можно получить нужное значение. Чтобы выключить ветер, достаточно нажать правой кнопкой мыши на вентилятор и снять галку Enable. Я думаю, вы разобрались с базовым созданием дерева и листвы. О создании разных деревьев и растений я буду рассказывать в остальных главах данного курса. А сейчас расскажу о создании листиков из Megascans текстуры и режиме рисования. Итак, закроем данное дерево и создадим новую сцену. Теперь поговорим о режиме рисования деревьев. Если вы нажмете пробел и удерживая его кликните в данную область, то вы увидите, как создался ствол и на его верхушке есть манипулятор в виде ромба. Удерживая пробел и кликнув на данный ромб, можно рисовать ствол в любом направлении. Также в любой момент, вы можете менять положение зеленых точек, тем самым изменяя форму ствола. Чтобы удалить ненужные точки, просто выделяем их и нажимаем Delve. С помощью специальных манипуляторов BZE, можно делать более плавные изгибы. Чтобы рисовать новые ветки, нужно выделить ствол и удерживая пробел, кликать в любой его части. При этом, если вы будете вращать камеру, основание веток будет создаваться в любом направлении. Затем, чтобы увеличить длину этих веток и продолжить рисовать, удерживаем пробел и тянем за ромб любой ветки в любом направлении. Как и основной ствол, форму веток можно редактировать с помощью зеленых точек. Если же вы хотите повернуть всю ветку, то достаточно выделить ее и в настройках крутить Position, Rotation и другие параметры. Также, если вам хочется сделать изгиб относительно какой-то из точек, достаточно выделить ее и нажать To End. Таким образом, вы сможете вращать всю ветку вокруг оси данной точки. Тем самым, делая плавный изгиб. Как и во время обычного создания дерева, нужно закрывать верхушку или делать ее меньше. Но здесь не получится пойти, опираясь на первый метод. Нужно добавить Single Branch, выделить ее и выбрав в настройках Extend Parent, Any. Затем, просто удалить ненужную ветку. После чего, вы можете рисовать на верхушке и управлять отдельно ею. Но я обычно выбираю другой метод. Просто выбираю ствол, захожу в настройки Skin и в радиус редактирую кривую для параметра Absolute. Далее делаем все то же самое, как и при создании обычного дерева. Добавляем ветки Bifocating Branches и Twigs, настраивая их параметры. Субтитры создавал DimaTorzok Это самая крутая фича, которую я обожаю в этом режиме. Если сейчас взять и удалить эту связь, согласившись с предупреждением, нажав на Always Yes. Снова присоединить все ноды и начать рисовать, то вы уже будете получать полностью настроенную ветку. По моему мнению, это самая крутая фича, которая предоставляет крутые возможности для творчества. Все, что я хотел рассказать о режиме рисования. Теперь переходим к более детальному разбору создания листиков с помощью встроенного редактора и текстуры с Megascans. Также поговорим о том, как создать несколько слоев разных мешей, вариативность цвета и других интересных параметров. Итак, выбираю последнюю ноду Twigs. Нажимаю правую кнопку мыши, Add Geometry и кликаю по Batchett Leaves. После чего создаю новый материал, который называю Leaves. Теперь осталось скачать текстуру листвы с Megascans. Чтобы открыть библиотеку листвы, нужно зайти на Megascans, выбрать тип 3 и там уже Leaf. Здесь огромная библиотека разнообразных листиков и растений. Для примера я возьму данную текстуру. Также напомню, что если вам будет мало в библиотеке Megascans, есть замечательный сайт Polyagon, на котором тоже огромный выбор разнообразных текстур для создания вашего дерева. Итак, распаковав скачанный архив, я получил такие текстуры. Приступаю к загрузке их в материал Speed3. Далее, как вы помните, с предыдущей части ставим галку Two-Sided и нажимаем кнопку Edit, чтобы создать меш листвы. Ставлю пайвот в начало листика, задаю направление с помощью Angle и обвожу. Назначаю Low Preset, а для High Preset добавляю тесилизацию. После чего проделываю те же операции с другими листиками. Итак, 4 листика готовы. Заходим в Meshes и переименовываем их. Теперь, чтобы добавить листики, нужно проделать определенные действия, которые не относятся к ранним версиям. Раньше в вкладке Leafs был пункт Geometry. Сейчас его убрали и добавление разных мешей делается по-другому. Нужно создать материал Sets, в который помещаются все материалы с разными мешами. Для этого, заходим в материалы и дублируем первый материал три раза. Каждый переименовываем, чтобы не запутаться. Затем выбираем их и назначаем соответствующий меш с таким же названием. После чего переходим в материал Sets и создаем новый слой, в который добавляем все материалы. Для каждого настраиваем свой вес. Теперь назначим данный сет в параметрах листиков. Заходим в вкладку Leafs и выбираем его. Фокусируем. Вернемся, когда уже будем создавать конкретные миры в других главах. То есть, постепенно я буду рассказывать о всем процессе и задачах, с которыми вы можете столкнуться во время создания мира. Об экспорте разные движки и конечно же покажу полный цикл создания мира. Но для начала нужно разобраться во всех программах, которые я использую в своем workflow. Поэтому следующая глава будет о World Creator 2. Я сделаю подробный обзор программы, так как все ее функции прекрасны и все мы будем использовать. Создатели World Creator обещают на этой неделе выложить демо-версию, которую вы сможете установить и работать с ней. А пока его можно только купить. Или написать разработчикам Discord и вы получите демо-версию заранее. Сразу хочу сказать, что не волнуйтесь насчет моментов, которые я не разобрал. Задавайте вопросы, если что-то непонятно. Это все, о чем я хотел рассказать в данной части. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир!